здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале а на ваших экранах сейчас красавчик дендрофаленопсис наверное кто смотрит мой канал знает что вот сейчас они мне уж очень полюбились и я стараюсь приобретать все новые новые растения хотя пока у меня их еще мало вот но я очень хочу собрать себе красивую коллекцию этот подросток из микса вы знаете точный точно цветение его я не знаю но почему-то я уверена что он будет очень красивый он такой пузатенький подросток у него такие плотные листики не знал мне этот подросток очень понравился на экране он кажется очень большой но на самом деле в жизни он в принципе не в не такой уж и большой не знаю камера мне кажется вообще вот так увеличивается он кажется прям гигантом но на самом деле он такой вот не очень большой но очень крепкий подросток я пыталась его вот так вот выращивать когда я показала его до когда он мне пришел с магазина сортовых орхидей я показывала распаковку и как раз таки это этого дендрофаленопсиса и он знаете в таком вот кокосовом стаканчике и когда я сказал что я хочу его снять я даже не знаю как я буду это делать потому что много корней несколько не снимай не надо и я вот хотела содержать его пока таким образом но я вижу что у него нет новых корней и я начала здесь вот пытаться дать снимать так фокус фокус найдись фокус вот вот здесь вот уже пыталась снимать этот кокос я поняла что у него все корни и пустые я не знаю это ему не понравился так видите веламин снимается специально оставила чтобы вам показать вот все корешочки пустые я еще не знакома не знаток дендрофаленопсисов но понятное дело что эти корешочки они мертвы ведь веламин снимается и он пустой поэтому думаю что в любом случае мне надо тогда снять вот этот стаканчик из кокоса я вас сейчас размочу если бы эти корни были живые конечно и это во первых было бы намного проблематичнее снять этот кокосовый стаканчик вот но сейчас так как я вижу что корни пустые не знаю не понравилось ему что ли моё содержание или не знаю в общем я сейчас хочу намочить вот так же в стаканчике просто водички налью чтобы размок вот этот кокос и попробовать аккуратно снять и и буду надеяться что там есть хотя бы живые корешочки потому что все сухое вот он снимается так поначалу да смотришь когда вот так кажется что они все живые вот но потом вот трогаешь снимаешь они все вот пустые вот полностью я не знаю не вижу ни одного живого корешочка неправильный полив может быть у меня был не знаю может быть изначально надо было его все-таки снять и посадить нормально в горшочке они вот так вот пытаться как-то содержать в маленькой кружечке в общем сейчас заливаю водой и снимаю этот кокосовый стаканчик налила уже водички стаканчик маленький я думаю очень быстро она питается водой вот поэтому подождем буквально пять минут и начнем снимать так я думаю что этого времени достаточно и буду потихонечку пытаться аккуратно снять так фокус фокус то где в общем смотрите видите даже здесь корешочки не все пустые так где фокус не знаю что ему не понравилось у меня вот это вроде бы более или менее плотненький корешочек здесь тоже смотрите виламин прям снимается остаются тяжи вот так как я не особо дружу с дендрофаленопсисами я не буду обрезать тяжи я посажу прям вот как есть да где пальчиками прощупывается я поснимаю вот где что вот остается оставлю потому что ну как то так еще раз повторюсь если бы эти корешочки у меня сейчас были все живые все плотные да я бы не мучила их вот этим вот сдиранием вот сейчас видите они прямо пустые вот я пальчиками так делаю вот видите все пустое все снимается в общем уже в новом субстрате будем наращивать новые корни кстати все дендрофаленопсисы которые мне доставались они были вообще по оценке мне еще один подросток такого то подарила анастасия на мастер-классе дендрофаленопсис он замечательно себя чувствует я вам его покажу вот он нарастил очень много корней уже у меня растет в 3 ферме я думаю это тоже быстренько нарастить и много корня ну не понравилось ему в этой кружке что поделать в общем так максимально аккуратно пытаюсь все все снять вот такими прям знаете его как полосочками вот так хотя вот я не знаю если бы я оставила этот кокосовый стаканчик и потом в дальнейшем когда корни бы разрастались я бы засыпала каким-то другим грунтом не загнили бы корни потому что это все-таки тоже влагоемка и он бы набирал себя в больше например чем даже кора вот не было бы загнивания пишите обязательно потому что многие мне советовали не снимать этот стаканчик значит был опыт такой и как себя чувствуют орхидейки да вот с этим торф стаканом вот давай то в так господи кокосовым стаканчиком внутри так достаточно плохо снимается а я стараюсь ничего не повреждать хотя тут и так видите я тяну он все снимается весь веламен вот очень жаль конечно ничего постараемся мы сейчас посадить как нужно так чтобы все было замечательно и хорошо так этот корешочек живой нет уже пустой представляете ну что ему так не понравилось буду теперь думать ну стаканчик моему к тем более знаете обычно дендрофаленопсисы выращивают я просто думаю может быть из-за того что там стаканчик как-то непрозрачный что они что я думаю что не понравилось вот ну в общем вот так вот где снимается веламин я так пальчиками поснимаю все остальное что более или менее плотненькая я все все оставляю не буду ничего снимать как-то отдирать вот так вот все останется вот плотненький корешок слава богу так убежала с кадра простите вот все остальное вот на этой бульбочки видно это самая молодая у нее вот хорошие еще плотненькие корешочки здесь еще мягковатый но здесь получше в про крайней мере а с этой стороны где более такие старенькие побеги там все корешочки пустые но те же я все оставляю и прям так вот я и буду ее сажать перед тем как посадить я хочу ее замочить препарате экстракт хвои очень хороший препарат и вдруг если знаете ну мало ли вдруг начинается какое-то заболевание да почему она так вот отсушила все корни возможно стресс конечно от переезда от смены климата да потому что их же за границы везут может быть его из-за переменной освещения влажности да у нее произошла такая реакция и она отсушила эти корни может быть все что угодно но для профилактики я обработаю экстрактом хвои он и как стимулятор роста и отпугивает вредителей еще и вот антибил антимикробное антибактериальное действие несет поэтому я приготовила тут уже вот такую емкость замачивать буду полностью прям окуну с головой так сказать 10 миллилитров на литр идет препарата я вот так сейчас колпачочками отмерю и на препарат очень понравился и это не реклама я реально им все время пользуюсь вот так вот выглядит бутылочка покупайте у себя в магазинах работает про крайне мере в моих условиях отлично это натуральные препараты нет никакой химии в нем очень хороший мне нравится можно даже не бояться вот и прям вот так вот положу туда орхидейку плюс еще этого препарата что можно если у вас вдруг вы не найдете в ваших магазинах этого препарата вы можете заказать на сайте и могу вам даже ссылку оставить в описании кому нужно потому что часто спрашивают а я ссылку не оставляю потому что мне постоянно пытаются меня уличить в рекламе препаратом я им пользуюсь и поэтому я вам советую вот как то так все экстракт хлореллы кстати тоже из этой серии биокомплекс тоже многим нравится экстракт хлореллы и говорят что ее даже пьют и экстракт хлореллы улучшает здоровье не знаю насколько это правда я не пила но вот есть такая информация так теперь я ее так оставлю минут на десять пусть она полежит а я пока подготовлю горшочек для ее посадки так горшочек сегодня я буду использовать двойной артем я надеюсь что она очень быстро нарастет корни я буду за этим следить я буду ей помогать это я надеюсь что понравится горшочек 06 хотя на видео кажется тоже какой-то огромный не знаю ли сегодня у меня как-то так камера искажает и нужно и кажется и сам подростка дадим дендрофаленопсиса показала прямо огромного и горшочек кажется прям большой хотя это 06 самый маленький в серии от арте двойной горшочек так я хочу насыпать немножко керамзит он такой вот у меня красивый знаете как хорошо он смотрится в горшочке это керамзит то тоже такой заграничный он конечно подороже чем наш обычно если купите в обычном магазине но если кому-то интересно тоже могу ссылку оставить в описании вот это для тех кому интересно кому интересно не смотрите не переходите по ссылке так немножечко насыплю это лишь для того чтобы сделать такую подушку для остального нашего грунта вот так чуть-чуть буквально и сажать сегодня буду я серомис очень уж не хочется попробовать посадите дендрофаленопсис серомис потому что мне кажется этот грунт очень хорошо подойдет для этой цели хотя я немножечко хочу добавить туда другие компоненты сейчас я вам все покажу хочу добавить немножечко угля он у меня прямо с костра немножко с золой но это абсолютно ничего страшного в этом нет вот потом у вас пойдет орхидейка сейчас я ее вытащу уже прошло мне кажется 10 минут водичка была обязательно тепленькая сейчас дам ей стечь вот так вот квертормашками она у меня стечет чтобы в пазухах ничего не осталось чтоб потом у нас бульба не мокла и не гнила тоже какое-то время она у меня сейчас постоит и стечет пока мой новый дендрофаленопсис стекает я вам покажу тот дендрофаленопсис который мне подарила настя с мастер-класса настя привет вот такой вот он уже большой что даже не блазит у меня в кадр тоже растет у меня по принципу двойного горшочка конечно здесь вот обычный горшочек стоит в кружке посмотрите сколько наросло корней отличный такой экземпляр вообще вырастил огромную вот эту вот новую бульбу я сейчас надумала она зацветет но пока ничего нету секрет сведения дендрофаленопсисов я еще для себя не открыла возможно сейчас как-то вот он решит что по осени вместе с фаренопсисами подсвести но пока у нас такой вот стоп-лист до стоп-лист там ничего у нас нету не знаю будет будем ждать вот такой красавчик оставлю здесь очень уж мне нравится и листья красивенькие такие кстати не видите они не обсыпаются и такой будет и еще сейчас пару бульбочек отрастить будет очень симпатичный кустик и думаю что надо будет его тоже уже в побольше горшочек пересаживать потому что там у него уже полно корешочков вот я думаю что уже можно сажать так грунт серамис выглядит вот так это кора с добавлением как раз таки серами сам кубика я сегодня что-то из кадра будете меня ругать вот это глиняные тут такие тоже кусочки это сам серамис вот так и кора так как у нас корней мало просыпаю так то что у нас тоже смотрите кора такого-то средней фракции в принципе мне нравится такая фракция она везде прямо засыпается попадает и не нужно что-то отдельно утрамбовывать и как-то подпихивать примерно такого количества будет достаточно и сегодня я хочу добавить еще один компонент который я хотела который у меня находится вот такой вот баночки это умная добавка кто-то сейчас опять скажешь что это реклама но и правда очень хотела себе попробовать цион на попробовать на своих растениях и я заказала единственное что я да я указала что я блогер и мне эту банку прислали бесплатно но никто мне за рекламу ничего не платил вот так открою вам такие как бы свои секретики могу даже не оставлять вам ссылку на него захотите найдете не захотите не найдете вот поэтому как-то так мне скрывать от вас нечего на просто многие платят что конечно у вас там реклама вам надо заработать но вы знаете мне ни за одну рекламу никогда никто денег не платил это только товары которые я реально хотела себе иметь в своей аптечке да и вот я их заказывала единственно да я могу указать что я блогер вот и мне присылают эти банки бесплатно вот так но это именно то что я хотела попробовать на своих растениях так и камеру забрала вот смотрите да какой уровень я насыпала и добавляю сейчас цион он добавляется столовая ложка на литр но у нас здесь меньше получается объема хотя им невозможно переборщить этой умной добавкой поэтому можно даже чуть-чуть оставлю сверху потом насыплю и сколько по не насыпали вреда растению точно от этого от этой умной добавки от циона вреда уж точно растению не будет поэтому так устанавливаю я наш дендрофаленопсис так чтобы вам все было видно и обсыпаю дальше его архиатр кстати архиатр вы можете заказать по почте ссылку оставлю вам в описании но то тех и тем только кто хочет кто вот кому интересно попробовать этот грунт главное не заглублять вот саму вот эту бульбочку вот сильно заглублять не нужно даже немножечко я вот так вот такими вибрирующими движениями я ее подстернула вверх свои так сажала и у меня растет насыплю еще немножко что тряслось и все вот так все мои дорогие вот и вся посадка отлично красиво мне очень нравится и даже думала что придется наверное как-то его подпирать но нет он отлично держится это и досыплю остатки циона вот так вот с первым же проливом он весь и как бы просядет вниз вот кстати это очень долго играющая такая добавка на на год конечно если она вся у меня не смоется во второй горшочек но буду потихонечку добавлять если что вот и будем ждать результаты мои дорогие я надеюсь что понравится дандрофавенопсис урасти у меня я немножечко даже еще вот так вот отодвину чтобы видеть рост корней и новых бульб ну вот и все мои дорогие пробуйте экспериментируйте не бойтесь и я думаю вам орхидейки ответы только взаимостям всем пока пока